Президент Российской Федерации Владимир Путин. Председатель Африканского Союза, президент Союза Каморских Островов Азали Ассумани. Президент, председатель Совета Директоров Африканского Экспортно-Импортного Банка Бенедикт Арама. Президент Нового Банка Развития Дилма Раусеф. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Модератор пленарного заседания, директор Института Африки Российской Академии Наук Ирина Абрамова. Ваше Превосходительство, дамы и господа, коллеги и друзья. Мы начинаем пленарное заседание Второго экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка». Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый господин Асумани, уважаемые главы государств, правительств, высокие представители стран африканского континента, дамы и господа. Хотел бы, прежде всего, сердечно поприветствовать всех вас в Санкт-Петербурге. Благодарю за то, что вы откликнулись на приглашение приехать к нам. В нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников. Состав участников пленарного заседания экономического и гуманитарного форума весьма представителен. Считаю символичным, что программа саммита «Россия-Африка» начинается именно с этого важного мероприятия. Его девиз – технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека. Звучит по-настоящему актуально. И мы, конечно, обсудим весь спектр вопросов финансовой, торговой, инвестиционной, образовательной и социальной повестки в увязке с происходящими в мире динамичными изменениями в цифровой и информационной сферах. При этом главный ориентир – укрепление благосостояния наших граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем. Отмечу, что в рамках профильных сессий форума по энергетике, логистике и транспорту, сельскому хозяйству, финансам, здравоохранению проводится много полезных и конструктивных дискуссий. Рассматриваются перспективные идеи и предложения о новых взаимовыгодных совместных проектах, конкретных практических договоренностях, коммерческих контрактах. Потенциал Африки всем очевиден. Так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет – 4-4,5% в год – превышают общемировые. Население приближается к полуторамиллиардам человек, растёт быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира. Россия в лице официальных кругов, бизнеса, общественности искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных связей с континентом, что отвечает потребностям всех наших государств, способствует устойчивому росту и процветанию. Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов Сочинского саммита России-Африка. Уверен, что вместе с ним, по силам в обозримом, вместе нам всем вместе, по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговую. И, к слову, за одно только первые полугодия текущего года объём экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. Неплохо выглядит и структура товарооборота. Свыше 50% российских поставок в Африку – это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие. Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания. Это важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности. Поэтому всегда уделяем и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии продовольственной программы ООН. Уважаемые друзья, цифры говорят сами за себя. В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила 6,7 миллиарда долларов. А в январе-июне текущего года уже увеличилось ещё на рекордный 60%. Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, а только за первые 6 месяцев этого года почти уже 10 миллионов тонн. И это несмотря на введённые в отношение нашего экспорта незаконные санкции, которые серьёзно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей. Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо чётко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой при участии секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе в Африке. Однако за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая и прежде всего, имея в виду Евросоюз. Тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось, прошу внимания, менее трёх процентов от общего объёма, меньше миллиона тонн. Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учётом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом заключается помощь беднейшим странам. На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали и то, что нам было обещано. Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкции российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Ни одно. Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нам минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии, 20 тысяч тонн всего, в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. Остальное осталось в руках европейцев. И это несмотря на то, что речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны в принципе распространяться. Ну, хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам. С учётом упомянутых фактов, мы отказались от дальнейшего продления этой сделки. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческое, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Ну, чтобы быть конкретным, добавлю, скажу, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканская республика, Эритрея. По 25-50 тысяч тонн зерна обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Наверное, будут интересны ещё несколько цифр. Украина за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых. Экспорт составил 47 миллионов тонн. Немало. Из них 17 миллионов тонн пшеницы. А Россия, уважаемые коллеги, Россия собрала в прошлом году 156 миллионов тонн. 60 зерна. 60 миллионов тонн экспортировала. Из них 48 миллионов тонн – это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%. Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна просто извращают факты, говорят неправду. Ну, собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетия, является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы. Мы стремимся активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов. Прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса. В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас. Мы вчера с коллегами в ходе двухсторонних встреч как раз говорили об этом, и мне африканские коллеги как и рассказывали. Они говорили, у нас есть возможность производить продовольствие, нам нужны технологии, поддержка соответствующая. Со своей стороны Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий. Заинтересованы также и в дальнейшем развитии сотрудничества с африканскими странами в сфере энергетики. Это сотрудничество базируется на богатом опыте с советскими и российскими специалистами. За многие годы спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголии, Египте, Эфиопии и других странах континента, совокупной мощностью 4,6 гигаватт. Созданы в общей сложности четверть всех гидроэнергетических мощностей Африки. В настоящее время российские компании реализуют новые взаимовыгодные проекты, направленные на удовлетворение растущих потребностей экономик африканских стран в топливе и генерирующих мощностях. На обеспечение доступа африканцев к недорогим и надежным, устойчивым и экологичным источникам энергии. В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки. Общая мощность прорабатываемых нами сегодня электроэнергетических проектов составляет порядка 3,7 гигаватт. Широкий спектр услуг африканским партнёрам предлагает наша компания «Русгидро». От проектирования и поставок оборудования до модернизации и строительства новых объектов генерации под ключ. «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» – это наши компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжирии, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго. За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. «Росатом», наша ведущая компания в сфере использования атомной энергии, ведёт строительство атомной электростанции «Даба» в Египте. При этом наша госкорпорация может предоставить африканским странам свой уникальный опыт и не имеющие мировых аналогов технологии в области неэнергетического использования мирного атома, например, в медицине и в том же сельском хозяйстве. Особое значение приобретает углубление российско-африканской промышленной кооперации. Наша индустриальная продукция, в том числе автомобили, строительное оборудование и прочее, широко известная на континенте и пользуется большим спросом. Её отличают добротное качество, надёжность и простота в эксплуатации. В Африке действуют специальные сервисные центры по обслуживанию российской техники. Разрабатываются новые инструменты льготного кредитования в закупах африканцами нашей промышленной продукции. Её транспортировки на континент и послепродажного обслуживания. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций обеспечивает страховое покрытие по займам. Формируется ориентированный на Африку механизм лизинга и специализированный инвестфонд для участия в финансировании инфраструктурных проектов. В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Аль-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Советского канала российской индустриальной зоны. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнётся строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке. Будучи одним из лидеров в области информационно-коммуникационных технологий, Россия расширяет сотрудничество с государствами Африки в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта, цифровой экономики. У нас есть хороший опыт создания и использования информационных технологий и в налоговом администрировании, регистрации прав собственности, предоставления электронных государственных услуг гражданам и юридическим лицам, компаниям. Мы можем оказать заинтересованным африканским странам содействие в запуске аналогичных систем и всегда готовы делиться наработками в контексте технологического развития. Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчётах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем. Это будет способствовать повышению устойчивости, предсказуемости и безопасности взаимных торговых обменов. Россия также активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального юга, включая, разумеется, и Африку. Международный транспортный коридор «Север-Юг», который мы развиваем, имеет свою целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать, в том числе на африканский континент. Естественно, этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России. Обеспечение стыковки транспортного коридора «Северо-Юг» с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий – вот чего мы добиваемся. Открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском побережье было бы хорошим делом и хорошим началом этой совместной работы. Обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением считаем очень важным. Участие в развитии африканской железнодорожной сети – это те актуальные задачи, над которыми мы предлагаем нашим африканским друзьям вместе поработать. Россия заинтересована в укреплении многоплановых связей со всеми действующими на континенте региональными экономическими интеграционными объединениями и структурами. Например, мы выступаем за то, чтобы наладить сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, как крупнейшим интеграционным проектом, в котором участвует Россия, и африканской континентальной зоной свободной торговли, формируемой в рамках Афросоюза. Также готовы поделиться с африканскими партнёрами нашим интеграционным опытом по линии союзного государства России и Беларуси. Сегодня мы проведём рабочий ланч с участием глав государств и правительств стран, возглавляющих в настоящее время основные региональные организации Африки и руководителей исполнительных органов этих объединений. Имеем в виду предложить африканским партнёрам нашей наработки по таким важнейшим интеграционным вопросам, как снятие ограничения в рамках единого рынка, функционирование зон свободной торговли, проведение скоординированной аграрной, промышленной и иной отраслевой политики. Я убеждён, что такое комплексное взаимодействие, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, позволит качественно и количественно растить экономические связи с Африкой. Хотел бы также обратить внимание на то, что свою эффективность в деле развития сотрудничества в экономической и в гуманитарной сферах доказали двусторонние межправительственные комиссии. Однако они сегодня имеются в России лишь с каждой третьей страной континента. Всего их 18 на 54 страны. В этой связи предлагаем заинтересованным и пока ещё не охваченным государством Африки подумать над формированием вместе с нами таких комиссий. Мы, конечно, к этому готовы. Считаем, это было бы полезно. И мы также готовы расширять сеть работающих в Африке российских торговых представительств, увеличивать штаты экономических советников, атташе по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и информационно-коммуникационных технологий. Дорогие друзья, мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодёжных обменов между Россией и государствами Африки. И здесь наша страна также может многое предложить. Конечно же, традиционной областью российско-африканского взаимодействия была и остаётся подготовка к квалифицированных кадрах. Только что на встрече с руководством Афросоюза мы говорили об этом. Сегодня в российских вузах обучается почти 35 тысяч студентов из Африки. И это число ежегодно растёт. Квота на обучение для африканцев за счёт средств федерального бюджета за три года увеличилась в 2,5 раза. И на следующий учебный год составит более 4 700 человек. В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. Упомянув, что в преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса. Мне кажется, это очень важное и интересное направление взаимодействия. Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования. Готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ. Учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ. Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов, изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества. В следующем году должна начать деятельность Международная организация русского языка, которая будет открыта для присоединения всех стран, где любят и хотят использовать русский язык, где любят и интересуются русской культурой. Приглашаем африканских партнёров подключиться к этой работе. В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы. Из числа обучающихся в настоящее время в России африканцев более 10 тысяч проходят подготовку по медицинским специальностям. Здравоохранение и борьба с эпидемиями являются важной сферой российско-африканского сотрудничества. Напомню, что Россия одной из первых пришла на помощь странам Африки в период пандемии коронавируса. Мы безвозмездно направили в африканские государства миллионы российских тестов. Вместе с ЮАР проводили научные исследования новых штаммов опасного вируса. Только за последние месяцы передали партнёрам из Демократической республики Конго две российские мобильные лаборатории. Продолжили оснащение российско-гвинейского центра изучения инфекций в городе Киндия, где разработано более 20 диагностических препаратов. Порядка полутора тысяч местных специалистов обучено российским методикам профилактики и контроля за инфекциями. Также создан совместный центр по изучению инфекций в Бурунде. Подготовлена масштабная российская программа помощи Африке по борьбе с инфекциями, рассчитанной до 2026 года, на которую выделено 1,2 миллиарда рублей. В её рамках в страны континента будет поставлено 10 мобильных лабораторий, подготовлены сотни специалистов, проведены совместные исследования. С каждым годом между Россией и Африкой становится больше молодёжных обменов. Представители африканских стран ежегодно участвуют в программе краткосрочных ознакомительных поездок в нашу страну молодых представителей политических, общественных, научных, деловых кругов в рамках программы «Новые поколения». Поддерживаются и связи с теми африканцами, которые получили образование в России. Мне и сейчас было очень приятно пообщаться с коллегами в ходе предыдущей встречи, которые свободно говорят на русском. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить молодых африканских друзей приехать в марте 2024 года в нашу страну, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодёжи. Это масштабный форум, который соберёт молодых людей со всего мира. Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира. Преддаём большое значение взаимодействию в области физической культуры и спорта. Готовы и дальше развивать связи со спортивными федерациями африканских стран. Предлагаем активизировать взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки. Осуществлять университетские обмены, волонтёрские программы, проводить совместные матчи по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами. Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе в Екатеринбурге на Урале. А также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани и представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Новый формат соревнований призван совместить в себе классический и инновационный спорт. Российская сторона настроена и на развитие сотрудничества с африканскими странами, с африканским континентом в сфере массовых коммуникаций, в том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для работников и студентов масс-медиа, проведения экспериментальных мероприятий. Уже ведётся работа по открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке, информационного агентства «ТАСС», «Россия сегодня», телеканалы «РТ», «ВГТРК», «Российская газета». Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях. И в заключение хотел бы вновь подчеркнуть, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем всемирном развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки. Уверен, что работа нынешнего форума и проводимых в его рамках тематических встреч, круглых столов, переговоров будет, безусловно, полезной, будет способствовать достижению всех наших общих целей. Спасибо большое вам за терпение и внимание.